Всем привет! Вы смотрите программу «Четыре четверти», в которой мы, Семен и Сергей, рассказываем вам об интересных событиях, которые произошли в учебных и досуговых заведениях нашего города. The most important information coming from TV is certainly news. Что это ты сейчас сказал? Говорю, что самая важная информация, поступающая с телевизора, это, безусловно, новости. Эх ты, английский язык учить надо. Ой, не умничай. Сейчас мы проверим, насколько хорошо ты его знаешь. Пошли на открытый урок по английскому языку и посмотрим, сможешь ли ты понять, о чем там идет речь. С удовольствием. Открытый урок у учеников шестой школы проходил в рамках недели английского языка. Тема занятия – Рождество. Урок проводился в игровой форме. Для начала учитель рассказал ребятам об особенностях этого праздника, о том, когда его отмечают англичане. Отмечают они Рождество 25 декабря, что является символами праздника. А это, как известно, елка, рождественский пудинг, носки с подарками и, конечно же, Санта Клаус. Затем ребята приступили к выполнению заданий. В ходе урока учащиеся вставляли пропущенные буквы в слова, отвечали на вопросы, читали и переводили тексты, а также слушали и пели рождественские песни. Когда все задания были выполнены, учитель раздала всем ребятам листочки с пожеланиями. Зачитав их, ребята также сказали много теплых слов своей учительнице, а затем стали писать письмо Санта Клаусу. Однако ребята не просили у доброго волшебника подарки, а писали поздравления и пожелания с Рождеством. Открытый урок по английскому получился интересным и познавательным. После занятия мы решили пообщаться с ребятами и учителем английского языка Гюнель Керимовой. Гюнель Физулина, вот у вас ребята очень хорошо знают английский. Расскажите, как вы этого добились? Мы стараемся проводить наши уроки в игровой форме, чтобы легче было усваивать какой-то, например, лексический материал. Мы поем песенки, проводим какие-то физкульт-минутки. А кого все-таки легче научить английскому языку? Взрослого человека или ребенка? Конечно же, ребенка, так как именно в детском возрасте у них формируется память, мышление, им легче запоминать слова. А какими способностями должен обладать человек, чтобы ему легко отдавался английский язык? Должен любить язык. Также трудолюбие, любить учебу должен. Ну и, конечно же, желание. В рекламных роликах говорят, что можно научиться английскому языку за три дня. Так ли это? Нет, конечно же, даже мы, учителя, до сих пор учим английский, читаем книги, смотрим фильмы на английском языке. Так как мы не являемся носителями языка, язык, конечно же, забывается. Девчонки, а вам нравится учить английский язык? Ну да, нравится бывает. Когда легкие слова попадаются, то ты быстро запоминаешь и учишь. Мне нравится, конечно, потому что он вроде как легкий, но бывает и сложный. Мне очень нравится учить английский язык, так как он очень интересный. Спасибо вам большое, девчонки, что ответили на наши вопросы. Ну а вам, Длинальфа Заливина, мы желаем побольше хороших и послужных учеников. До свидания. Какой интересный урок получился. Ты хоть понял, о чем речь-то идет? Конечно, понял. О Рождестве тема очень хорошая, а самое главное – подходящая. Ой, уже третью программу одно и то же. Рождество, Новый год, праздники. Эх, ладно. Пошли посмотрим, как ребята елков к Новому году нарядили. Пошли. Красиво. Интересно, а чем раньше украшали елку? Об этом узнаем из нашей исторической справки. Первые елки начали украшать в Европе в 17 веке и наряжали их не в честь наступления Нового года, а в честь Рождества. Верхушку зеленой красавицы украшали вифлеемской звездой, а на ветке вешали яблоки. Еще на ней обязательно были печенье, вафли и пряники, символизировавшие пресные хлебцы, которые использовали в христианских обрядах. Для красоты на веточки ставили горящие свечи, но это было очень опасно – рождественское дерево могло стать причиной пожара. До 18 века на елке было только то, что можно было съесть. Для красоты орешки и сладости заворачивали в красивую бумагу и блестящую фольгу, но постепенно украшения начали делать из несъедобных материалов. Шишки покрывали сусальным золотом, пустые яичные скорлупки ярко раскрашивали маслом и акварелью. Из фольги вырезали феи и звездочки, из ваты и картона крутили искусственные цветы, а из оловянной проволоки делали серебряную мишуру. А я знаю, как сделать не только красивую, но и вкусную елочку. Полагаю, что ты предлагаешь пойти домой и поделиться с нашими телезрителями еще одной интересной идеей? Совершенно верно. Тогда пошли. Ну, давай рассказывай, что мы сегодня будем делать и что нам для этого понадобится. Мы сегодня будем делать вкусную елку, а для этого нам понадобятся конфеты, комнату, вырезанный из картона, двухсторонний скотч, ножницы и мишура. Для начала задекорируем конус мишурой. Для этого воспользуемся двусторонним скотчем. Далее при помощи все того же двустороннего скотча приклеим к нашей елочке конфеты. Вот такая красивая и вкусная елочка у нас получилась. А я знаю, что можно подарить родителям и всем близким на Новый год. Что? Всего наступающего года. Я думаю, вторую собаку мама точно не захочет. Такую захочет. Сейчас мы сделаем собаку-кружку. Оригинально. Вот и я думаю, что должно получиться оригинальненько. А тем более сделать ее очень просто. Итак, для изготовления собаки-кружки нам понадобится кружка, двухсторонний скотч, мордочка и лапки. Для начала вырежем наши заготовки. А теперь просто приклеим наши заготовки с двусторонним скотчем к кружке. Вот и все. Символ наступающего года готов. Действительно, получилось очень оригинально. Да и к тому же кружка отличный подарок. Согласен. Думаю, теперь к Новому году мы точно готовы. Не за всем. А что еще осталось? Я хочу напомнить всем правила безопасного поведения. Ведь в Новый год многие выйдут на улицы для того, чтобы запускать фейерверки, взрывать петарды и жечь бенгальские огни. А с ними нужно быть предельно осторожными. Согласен с тобой. Для этого отправляемся в пожарную часть. Здравствуйте, Масал Марович. А можете нам, пожалуйста, напомнить основные правила пожарной безопасности? Здравствуйте, ребята. Основные правила пожарной безопасности в преддверии Нового года. Нельзя играть с огнем, со спичками. То есть использовать пиротехнические изделия без присутствия взрослых. Ни в коем случае не использовать пиротехнические изделия дома. Не пытаться включить электрические изделия без присутствия взрослых А теперь расскажите нам, пожалуйста, как правильно запускать фейерверк Обязательно перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией Вот, использовать их, опять же, только в присутствии взрослых От здания салют должен быть расположен как минимум на расстоянии 30-40 шагов Устанавливать салюты только на твердой ровной поверхности, то есть на асфальте, на плитах Ни в коем случае не использовать ветреную погоду, потому что салют может занести в квартиру Может возникнуть от этого пожар Не использовать, если он отсырел этот салют, если где-то на него накапала вода Где-то на него попал снег, он длительное время находился под воздействием влаги И еще, ребята, один очень важный момент После того, как действие фейерверка закончилось, не подходим к нему минут 5-10 Пока делимся эмоциями, впечатлениями После того, как прошло 5-10 минут, берем его и просто выкидываем как бытовой отход То есть в мусорную урну При этом самое очень важное, очень важно Нельзя его разбирать, этот фейерверк, ни до использования, ни после Большое спасибо, Мусал Марвич, что ответили на наши вопросы Пожалуйста, ребята, если у вас возникнут какие-то вопросы касаемо обеспечения пожарной безопасности Всегда обращайтесь, я всегда буду рад вам помочь Мы хотим поздравить вас от всей души с наступающим Новым годом И пусть он принесет вам только хорошее Ну и вас тоже, дорогие телезрители Мы хотим поздравить с наступающими праздниками На этом у нас все Увидимся в 2018 году Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»